Если бы Елена Мизулина жила в 19 веке, Ивану Тургеневу не о чем было бы писать. Конституционный комитет Совета Федерации, в котором активничает Мизулина, занялся вопросом отцов и детей. Там предложили закрепить в Семейном кодексе понятие «традиционные семейные ценности» и «фактический воспитатель». Что бы это ни значило. Ну, видимо, узнаем, что это значит в скором времени. Авторы проекта рекомендуют законодательно закрепить авторитет родителей в семейной иерархии. Сенаторы также предлагают прописать в Семейном кодексе, что, цитата, «власть авторитета, в отличие от принуждения, основана на добровольном признании и подчинении». Добровольное признание и подчинение – это очень классная формулировка. Очень удобная при этом еще эта формулировка. «Слушай старших и вышестоящих, делай, как сказано, это же просто добровольное признание авторитета». Вот даже в Семейном кодексе так написано. К нам подключается музыкальный журналист Артемий Троицкий. Артемий Киевович, здравствуйте. Добрый день. Да, здрасте, привет. Но то, что вы сейчас обсуждаете, это не совсем моя епархия, прямо скажем. Хотя я до некоторой степени многодетный отец, но всегда был максимально либерален в отношении своих детей, и никакого безусловного подчинения от них не требовало. Но вы, в принципе, известны как человек, как нонконформист, наверное, можно так сказать, в оппозиции к любой власти, в том числе и контркультурной оппозиции. И поэтому хотелось бы узнать ваше мнение. Вообще, как-то можно воспитать родительский авторитет? Прописать это на законодательном уровне? Или это просто вот... Чем они, собственно, занимаются, делая это? Это просто какие-то пустые слова? Или реально они считают, что можно подростков как-то авторитетно воспитывать? Все, что они делают, это чистой воды, стопроцентная показуха и демагогия. Это не имеет вообще никакого смысла. Это, естественно, как бы все звучит очень и очень в духе общего такого и универсального сегодняшнего российского мракобесия. Вы, наверное, обратили внимание, что пару дней назад Путин подписал закон о традиционных ценностях, где как раз, ну, это более широкая такая, скажем, идеологическая платформа. Семейные традиционные ценности – это одна из частей, значит, всей этой истории. Вот, но там есть и многое другое, и по поводу роли России в истории, и недопустимости, значит, ее преуменьшения, и многое-многое другое. И как-то вот в связи и с событиями, и с падением Херсона, и в связи с американскими выборами, вот эта новость, она как-то прошла абсолютно незамеченной. А это, между тем, очень важная штука. То есть, путинский режим отчаянно пытается подвести какую-то идейную базу под те репрессии, которые сейчас в стране проводятся. Ну, а репрессии, понятное дело, проводятся в стране, потому что похвастаться больше нечем. То есть, в экономике полный швах, в финансах полный швах, война стремительно продувается, и наверняка будет проиграна с треском, что остается делать правящей элите, чтобы оставаться на плаву, и, естественно, завинчивать гайки внутри страны. Эти гайки и так завинчиваются. Но вот иногда для того, чтобы слегка приукрасить эту крайне непристойную практику, вот начинаются всякие разговоры вокруг традиционных ценностей, семейных ценностей и прочее, и прочее. Почему я уверен, что ничего из этого не выйдет? Ну, потому что это изначально бессмысленно. Бессмысленно. Изначально бессмысленно родители останутся родителями, дети останутся детьми. Никто из них никогда не прочтет даже этот закон, слава богу. И это все не более чем сотрясание воздуха профессиональным пустобрехом и демагогом, типа вот этой самой младшей Мизулиной. Артемий Кивович, вы сказали, что закон Филько и работать толком не будет, но для российского общества насколько этот закон приятен? Вот до сих пор у нас патриархальное общество или все-таки люди уходят от таких правил? Вы знаете, что российское общество, естественно, меняется. Оно меняется и менялось оно, по крайней мере, до последних нескольких лет довольно быстро. То есть, с одной стороны, родители становились либеральнее, давали больше свободы детям. С другой стороны, дети чувствовали гораздо большую независимость от родителей, в том, что касается выбора карьеры, в том, что касается выбора места жительства и так далее. То есть, конечно же, российское общество во многом патриархально, но оно, тем не менее, совершило, в общем-то, довольно значительную эволюцию в какую-то европейскую космополитическую сторону. И в 90-е годы, и в нулевые, кстати говоря, процесс продолжался. Поэтому все вот эти вот так называемые традиционные ценности, под которыми у нас подразумевается, что домострой, гомофобия, антифеминизм и так далее. Это все, в общем-то, очень, на мой взгляд, это довольно поверхностно. Особенно среди молодых людей. То есть, молодые люди, они не читают эти законы, они не смотрят маркобесов по телевидению. Вот, они живут в социальных сетях, они живут в ТикТоке, где ценности совершенно иные. И я абсолютно уверен в том, что, скажем, среди современных российских молодых людей нет и малой доли, скажем, тех гомофобских настроений, которые существуют в современной российской телепропаганде. Да, вы знаете, есть такая фраза, которую часто говорят артистам или актерам, фраза «я вырос на ваших песнях» или «я вырос на ваших фильмах». Ну, то есть, это органичная фраза, действительно, люди растут на какой-то культуре, на какой-то культурной почве. А вот сейчас вот это все насаждение Газмановых, Расторгуевых, Вечных, которые годами не сходят, значит, не выходят из новостей, из телевизора. Теперь вот этот певец-шаман. Может ли на этой почве действительно вырасти что-то фашистское, гомофобное, вот это мерзкое? Или интернет их победит? Я думаю, тут надо просто говорить о степени, о степени успешности этой пропаганды. Вот, естественно, никакого Газманова, никакого Баскова, никакого этого маршала и так далее молодежь слушать не будет. Для них это все отстой, абсолютный отстой. Музыка даже не папы и мам, а бабушек и дедушек. Музыка папы и мам, кстати говоря, это Зимфира, например. Вот, особенно мам. Зимфира, конечно, тоже человек в гендерном отношении такой неоднозначный. Так что нет, я думаю, что, конечно, эта пропаганда обречена на провал. Но точно такая же история, как была с советской пропагандой, которую я прекрасно помню, поскольку полжизни прожил в Советском Союзе. Все эти Кобзоны, Лещенки, все эти песни о Ленине, партии и так далее, они проходили абсолютно мимо наших ушей. А слушали мы совсем другое. В 70-е годы слушали Битлз и Пинк Флойд, или там Абу и Бонни Эм. В 80-е годы слушали, ну да, с одной стороны тоже западную музыку, модную, с другой стороны уже подпольный русский рок, кино, Цоя, Наутилус, ДДТ и так далее. При том, что этой музыки вообще не было ни на радио, ни на телевидении, вот тем не менее, тем не менее, она была невероятно востребована, и все слушали именно это, а не каких-то там этих монументальных с расставленными ногами Кобзонов. Точно то же самое будет и с сегодняшними этими жалкими совершенно и бездарными попытками музыкальной пропаганды. Потому что в 60-е и 70-е годы, по крайней мере, песни были приличные, с чисто музыкальной точки зрения. То есть Александра Пахмутова, Марк Фрадкин, Аркадий Островский, Никита Богословский, это все были, в общем-то, очень мощные, очень талантливые композиторы, сочинявшие потрясающие мелодии. В отличие от теперешних бездарей, которых просто без жалости слушать невозможно. Ну вот из-за того, что бездаря невозможные, не знаю, заметили вы или нет, как они оседлали Цоя, то есть они его уже давно оседлали, потом Полина Гагарина поет «Кукушку», посвящая ее, значит, Путину и войне, и всему этому режиму. А теперь, вот, я не знаю, может быть, вы видели в соцсетях, как на фронт возят каких-то непонятных артистов в военной форме, которые там поют, тоже исполняют там Цоя, группу крови, например. А почему они вот так схватились за Цоя и так его мутузят? И где бы сейчас был Цоя, и что бы он им на это сказал, если бы дожил? Ну, это абсолютно позорная практика, и, на мой взгляд, в эту ситуацию стоило бы вмешаться официальному наследнику Виктору Робертовичу Цоя, вот, а именно Александру Викторовичу Цою, его сыну, и, в общем, кого-нибудь из этих мерзавцев, иначе я их просто не могу назвать, все-таки вытащить в зал суда и создать прецедент, что нельзя использовать песни Цоя в том контексте и с теми намерениями, то есть пропаганды войны, как они сейчас иногда используются. Вот сейчас, скажем, я видел такой питерский художник, не помню фамилию этого подонка, он нарисовал, значит, холст масла или акрил, портрет Цоя, значит, в современной российской военной форме, с нашивками там, со всеми этими и так далее, но это просто ни в какие ворот не лезет, то есть это должно быть поводом к тому, чтобы в морду дать, потому что Цой, я его прекрасно знал лично и устраивал множество его концертов на раннем этапе творчества и карьеры, вот, и я вам хочу сказать, что Цой был абсолютно убежденным пацифистом, он ненавидел войну, у него была довольно тяжелая и болезненная история с армией, вот, его хотели призвать в армию, он категорически не хотел идти в армию, в результате, значит, слег в психушку, как и многие другие из наших компаний, вот, заработал себе психическую статью, которая, собственно, позволила ему от армии откосить. У него даже есть одна песня, в чем известная песня, под названием «Тернквилизатор», которая как раз, значит, о том, значит, как ему нелегко, нелегко дало себя бегство от службы в армии. Он был категорически против армии, против насилия, против вот этого насильственного violent государства, и, кстати говоря, написал он, по крайней мере, одну, то есть многие его песни можно, на самом деле, трактовать как антивоенные, в том числе и песни группы крови, и песню легенда, например, пропавших солдат, вот, но одна у него есть такая просто вот стопроцентная наглядная антивоенная песня под названием «Я объявляю свой дом безъядерной зоны», которая на втором, по-моему, фестивале Ленинградского руку вообще была признана лучшей антивоенной песней. Вот, так что с Цоем все понятно, и все попытки его затащить в это милитаристское болото, это, конечно же, это просто подло, это стопроцентная мерзость и стопроцентное неуважение к прекрасному и любимому миллионами человеку визицу. Спасибо большое, это был музыкальный журналист Артемий Троицкий, спасибо вам большое. Я за что, пока счастлива. Вы смотрите Ходорковский лайф, и это уже хорошо, осталось только поставить лайк и подписаться на нас, если вы почему-то до сих пор этого не сделали. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале, а если вам нравится, что мы делаем, вы согласны с позицией нас или наших гостей, комментируйте, если не согласны, тем более комментируйте, мы все читаем.